Я Ключенков Владимир Петрович. Родился 25 ноября 1997 года в Оребургской области, поселок Сахозный. Военнослужащий по контракту, разведчик, 10-й, генеральный бригады специального назначения, воорирующийся в город Краснодар, воинская часть, 51-532. Обращаюсь к мирному населению Украины. Я очень сочувствую и сожалею о том, что военнослужащие российской армии, включая в том числе меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента, дабы вас защитить. На самом деле это все не так. Я обращаюсь ко всем военнослужащим. Пацанам, пацаны, уходите из этой земли. Это ваша земля. Тут у меня хоть и в плену, но мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Так что сворачивайте все свои эшелоны, конвои и просто уходите к своим семьям, к своим родителям, любимым детям, пока тоже кара не достигла вас. Здравствуйте, я офицер российской армии, лейтенант Калоярцев Дмитрий Сергеевич. Прохожу службу войсковой части 58-198, которая дислоцируется в поселке Калининский район, Московская область. Нас и войска Южного Западно-Центрального военного округа собрали в Ростовской области, как сказали, на крупномасштабных учениях. Но мы перешли границу Российской Федерации и вошли на территорию Украины. Начали там боевые действия. Наши колонны предоставляют всю дживилиными брактарами. У них современное оружие, современная техника. Нас просто всех разбили, как я знаю, что. Я и еще несколько солдат с моей части остались живы и находимся сейчас в плену. Я передаю список людей, которые погибли. Это все первые, второй танк удален подразделения, которые нам предавались. Я призываю людей. Не начинайте эту войну, граждане Российской Федерации. Выходите на какие-то пикеты, митинги, перекрывайте площади, автодороги, автомагистрали. Заканчивайте эту войну. Уголаривайте правительство, чтобы все заканчивалось. Гибнут просто миллионы мирных жителей, которые вообще не должны гибнуть. Гибнут жены, дети, маленькие дети, младенцы, бабушки, прабабушки, старики. Я прошу вас, закончите эту войну, пожалуйста, чтобы все жили мирно. Люди, я хочу обратиться ко всем, у кого еще есть связь с нашими военнослужащими, которые находятся здесь, либо собираются сюда ехать. Любыми способами просто, пускай отказываются, уходят, но не место здесь России, это не наша война. Здесь чужая земля, здесь другие люди живут. У них свои порядки, свои законы. Они мирно живут, никого не трогают. Зачем Россия сюда лезет? То есть все, кто меня слышит, постарайтесь отозвать, призвать своих мужей, сыновей. Не надо. Это продолжать. Украинская армия, слаженная армия, очень подготовленные бойцы, которые достойно защищают свою землю, своих родственников, своих детей и близких. Ну, а то они и армия, и самое главное, они воюют сейчас на своей земле, за свою землю, защищая ее. Бойцы подготовленные бойцы. Белокопытов Юрий Андреевич. 13.04.87 года рождения. Забайкальский край, город Борзе. Воинская часть 06.705. 36-я мотострелковая бригада, разведывательный батальон, командир отделения. Хотел бы передать жене, чтобы все, что новости последние она смотрит по телевизору, в соцсетях, в инстаграмах, что там пишут, пропагандируют. Что здесь творится на Украине. Здесь я своими глазами уже увидел. Мирные жители, женщины, пожилые люди просто стоят и защищают свою землю. Нету здесь таких варваров, как нам это все преподносилось. Даже сейчас к нам здесь относятся гуманно. Кормят, поят, обеспечивают всевозможным величением. То есть, все, что говорит наше телевидение, это все вранье. Естественно, это безумство. Потому что я говорю, вот сейчас даже лежа здесь, буквально во сколько это по времени было, я не ориентируюсь. Здесь аж стены затряслись. То есть, буквально рядом было. В школу попал снаряд. И ребята мне на видео показывали кадры, что произошло. Это просто страшно. Потому что они думают только о себе, о своих карманах. На простой народ, на простых людей, на таких же, как мы, простые солдаты. Им всем наплевать. Они загнали свою страну в нищету. И не пытаются как-то что-то там развивать, делать. У них там все хорошо наверху. Это для них главное. ДШВ всегда первое. Слава Украине. Путин х**л. Хожу в службу в войсковой части 32-364. Ефрейтор контрактной службы. В качестве, в должности гранатометчика. Меня зовут Касаткин Натан Юрьевич. Слава Украине. Героям слава. Путин х**л. Львов привет. Касаткин Сергеевич. Ростовская облачь. Городша. Мои командиры дураки. И то, что они могут также убить моих родственников, которые у меня за границей. В Украине также дядь, ку-сестру и всех моих близких. И также я понимаю, у многого из России, в Украине есть родственники. Мужики обращаются сейчас на технике, еще там с автоматами, с оружием. Бросайте это все. Технику, оружие, все свои силы. Уходите. Также на границу бегите. Стойте там. Я не знаю. Хоть вас на меня не выпускают. Стойте просто. Презавайтесь в плен. Будьте живыми. Я Ильич Порок Максим Евгеньевич. Мне 19 лет. Служу в военной части 58198. Маршем мы приехали на Украину. Наши командиры нас бросили. Наш танк заглох. Мы пошли по дороге искать населенный пункт, чтобы узнать хотя бы, где мы находимся. Мы попали в плен. К нам относились нормально. В Украине происходит война. Украину бомбит Россия. Украинцы не трогают своих. Как говорят это по новостям в России. Все, что говорят в России, это полная чушь. На самом деле тут нормальные люди. Они не хотят никому зла. Они живут просто своей жизнью. Я хочу, чтобы просто в России все начали митинговать, чтобы сбросить командование с Путина. Потому что из-за него сейчас все это. Гибнут просто обычные люди. Таких же, как и я, отправляют сюда на войну. Мы не хотим этой войны. Никаноров Роман Александрович. Грунчий год рождения. 8, 10, 91. Где живешь? Самарская область, Волжский район, поселок Рочинский. Служу ПГТ, ВЧ-9600. Профессия воинская. Командир зотосвязи, расследовательного батареона. Что делаешь в Украине? Переехал на учение. После этого подали команду. Это вам так сказали научили? Так точно. После этого подали команду. Совершаем марш. Больше никакой информации мне не давали. А у вас связи не было между подразделениями? Нет. Ну как нет? Пока ехали в колонию, у нас связь в колонии была. Как вас взяли в плен? Окружили. Вы поняли, кто вас окружил? Да, мы поняли. Мы поняли то, что нас окружили. И я дал команду. Вас даже не ЗСУ окружило. Если бы вас окружило ЗСУ, вас бы просто сжахнули. И все. А так это местное население. Это охотники. Я понимаю. Это охотники. Вот это вся мощь российской армии. Какое твое отношение к войне в Украине? Негативное. Ну давай, чтобы я тебя не вытаскивал. В ней параллельно. Как параллельно? Ну не то, что параллельно будет она или нет. Я как-то в политику не лезу. Все вы не лезете. Я не хочу, чтобы была война. Напомню, как зовут? Роман. Ну, Ром, когда попадаешь в плен, конечно же ты не хочешь, чтобы была война. Да вы понимаете, если бы я хотел воевать, я бы со своим разветотделением... Можешь мне сказать, какое состояние моральное бордорского войска? Вот как там с тем, с кем вы общались? Много людей хотят воевать. Я не понял, какого войска. Ну, вашего, фашистского вашего. Никто не хочет воевать. Ну, процент, ну, процент соотношения. Ну, я же бешеная. Кто хочет воевать? Которые причастны к войне в моей стране. Их данные персоналифицированы. Абсолютно. Понимаешь это? Понимаю. Ну, давай, чтобы... Поскольку ты не знаешь, как твои коллеги московиты в других подразделениях, я думаю, что будет правильно, если ты скажешь несколько фраз. Слава Украине. Правильно? Слава Украине. Громче, четко, пожалуйста, для меня. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Герои украинские не умирают. Герои украинские не умирают. И Путин х**ло. Говори, говори. Я делаю это ради двух сыновей. И Путин х**л. Громче. Путин х**л. Молодец. Ясо Владухин Алексей Александрович. Родился 26 ноября 1977 года в Челябинской области. С 98 года проживает в Подмосковье и в Хенглах. Это твой сын? Это мой сын. Я с ним вместе поехал сюда. Просто. Все у меня было. Мне хватит работы было. Я просто хотел помогать людям. Я просто не понимал то, что происходит. То, что нас там обманывают. То, что... Нам там совсем другое было. То, что тут фашисты, рацисты и т.д. И т.п. То, что, говорит, здесь, наоборот, мирных людей убивают. Да. Не наши. Надо помочь им выехать туда. Надо сделать гуманитарный коридор. Охренеть его. Чтобы люди спокойно выехали. Вот что нам тут там. А Мариуполь нас воззакинули. А мы в Мариуполь нас воззакинули по незнанку. Построили в час ночи. Сказали, в четыре уезжайте. Сказали, что едем в Широкино. В Широкино приехали, нам там дали продукты. И потом усилили в Мариуполь и поехали дальше. Потом выходим в Мариуполь и нам говорят, типа, вот. Никто об этом не знал. Даже вот, когда он не ехал, никто об этом не знал. Никто об этом не знал. Все ребята офигели, когда узнали, что на окраине Мариуполя. Куда, какой Мариуполь. Сейчас как-то не говорили конкретно, от кого. Сказали, охранять. Гуманитарный коридор и все. Я работал на мебели, делал мебель, занимался громкой. Потом видел пост ВКонтакте, там, добровольца. Приехал, получается, в Таганрог оттуда приехал на Вазовск. Пошел в военкомат. Там устроился. Я был водителем. Ездил на дальние рейсы. Ну, в основном, Москва, Питер. Ну, иногда там подальше куда-нибудь. Вот. Ну, ВКонтакте пост я не видел. Я просто приехал один раз к сыну. Вот. Он мне говорит, Пать, я уезжаю. Я офигел, конечно. Сначала отговаривал. Он никак не соглашался. Ну, не сказал. Там, говорю, даже гуманитарный коридор охраняется, равно, наверное, опасно. Я поеду с тобой. Вот так и поехал. Я не понимаю всей ситуации. У нас совсем по рукам все. У вас защита у вас была, там, бронжилет, каска, аптечка, ничего? Нет. Ну, там был какой-то, мне офицер один дал, такой пакет, типа, ну, первая помощь, как он называется. Вот у меня этот был в кармане, у меня его ведь ели при задержании. То есть, у вас отправили без связи защиты, аптечки? Ну, в бой. Да. Именно, да. Мы решили сдаться в плен, потому что мы, когда только зашли в Бариуполь, мы сразу поняли, что нас кинули не туда, куда обещали. Мы не хотели стоять туда, куда обещали. Мы не хотели бы работать, в обещании город. Вот. Гум-коридор нам обещали, ну, мы бы там стояли бы и охраняли. Но нас кинули в такую фигню, в которую мы не подписывались. Поэтому мы сразу сказали, мы стрелять не будем. И мы не стреляли. Нас когда взяли, проверили наше оружие, оно не стреляло. А вот когда ваши нас взяли, типа, они с позднимом спросили, почему раньше не сдались? Мы сказали, что не знали, не боялись. Куда бежать? Чего бежать? С подъезда, как бы выходишь, тут же стреляют, е-мое. Мы сидели и ждали. Сидели и ждали? Мы даже не стреляли. Приятные, любимые, мама, баба, сестра. То, что мы сюда приехали, это наша ошибка. То, что там говорят наши власти, это все неправда, это все вранье. Все совсем иначе. Тут из людей делают, представляют по-другому. Фашисты. Эти люди добрые, они как бы. Тоже такие же, как и мы. Тут нет такого, как рассказывают, то, что убивают свои, режут, еще чего-то. Тут все по-другому совсем. Вот. Так что не слушайте власти. Я хочу обратиться ко всем, кто видит это. Я совершил вырос, поехав сюда, поверив тому, что говорят у нас по телевизору и по нашим интернет-ресурсам, что здесь творится. На самом деле здесь все с точностью наоборот. Это наши самолеты разбивали здесь робдома и гражданскую инфраструктуру, а не войска Украины. Я увидел здесь этот ужас. И хочу всем сказать, не верьте. Фашистов тут нету. Нормальные ребята, которые держат свой город, обороняют свой город родной, где они родились. Тут их семьи, их родные, их близкие. Они просто защищают свой город. К нам отнеслись очень хорошо. Даже очень хорошо. Люди хорошие тут, серьезно. Нет зверей, как говорят у нас там. Как тут режут, убивают. Тут такого нет. Фамилия, имя, отчество? Я Петру Контон Андреевич. Число, месяц, год рождения? 5-й, 07-й, 2000-й. Где служите? На какой должности? Войсковая часть 91-706, 150-я дивизия, 2-й полка. Должность старший снайпер, звание рядовой. Как оказались на территории Украины? Доходились на учениях. На полигоне Кузьминском. Через где-то примерно 2 недели. Потом нас собрали, отправили ближе к границе. Сказали, что будем стоять на границе. Потом внезапно мы перешли ее ночью. Проехали дальше. Стали в какой-то деревне. Точно не скажу название, ни телефонов у нас, ничего нет. У нас вот их забрали еще на полигоне. Количество техники, батальон. Два батальона. Полностью. Полк. Воевать хотели ехать в Украину? Воевать не хотели ехать. Выбора не было. Если отказались бы уже, когда перешли за границу, ехать воевать, у нас был, типа, измена родине. Могли посадить от 15 до 25. Плюс невыполнение приказа. Еще дополнительная строка. Это почти вся жизнь. Как попали в плен бы? Был приказ ехать на БМП через поле. По дороге. Проезжали в последнюю колонию. Машин было 30, наверное, где-то. БМП. И нас попали с мухи или с брендомета, не знаю с чего. При попадании мы, кто выжил, вылезли. Взяли, подняли оружие, спрятались по нами. Потом увидели, люди выходят. Крикнулись, кто идет. Они кричали, что свои. Оказались не с нашей стороны, можно сказать. Не с нашего полка. И потом появились еще люди. Мы сразу положили оружие, легли. А выдали, отдали документы. Боеприпад сняли, разгрузки, медикаменты. Нас было изначально 7 человек. Добровольно сдались, да? Да. Насчет одного не знаю. Вот 6 точно добровольно сдались полностью. Скажите, в украинское население стреляли? В украинское население не стреляли ни разу. Хотели стрелять? Нет. Вы дали приказ, стреляли? Нет, отказался. Как вам бандеровцы относятся? Нормально. Хорошо. Даже сказал, лучше, чем свои. Дома мама ждет? Мама ждет. Что маме хотите сказать? Мама, жди меня, я вернусь. Как маму зовут? Фамилия мамы? Петрук Елена Льванова. Матери, не отправляйте своих детей к нам. Я Скамейкина Алексей Александрович, 25.03.1993 года рождения. Родился в республике Морел, Медведевский район, поселок Ружья, улица Центральная, дом 12. Прохожу военную службу в войсковой части 71718, находящейся в Чеченской республике, населенный в пункте Шали. 10 января 2022 года получили приказ приготовиться для выдвижения на полуостров Крым, на полигон Ангарск, для выполнения учебно-боевых задач. 23 числа на Валене на Башевоне мы выдвинулись на полуостров Крым, где 27 января 2022 года мы прибыли на полигон Ангарск и выполняли учебно-боевые задачи. 23 числа командующий армией генерал-майор Лямин поздравил нас с днем защитника отечества и сказал, что нужно будет выдвигаться на территорию Украины, чтобы освободить русскоговорящих людей от геноцизма и возвращать наши территории. 24 февраля мы выдвинулись на территорию Украины. В каком районе были разбиты? Возле села Нового Лескельского, проводя разведку местности, наша машина застряла, где по нам был открыт огонь. Один человек был тяжело ранен, два получили легкие ранения. Больше мы никого не видели. Взяв тяжело раненого, мы пошли в сторону нашего лагеря. На следующий день мы хотели попросить местных жителей, чтобы нас, вместо тяжело раненого отвезли в больницу, а на наше место стояние машина сломалась. После чего подошел местный житель и сказал, давайте решим все мирным путем, сложите оружие, вас никто не тронет, все будет хорошо. Вы сложили оружие? Мы сложили оружие и тяжело и жалеем о том, что вы прибыли сюда. Сюда куда? На территорию Украины. Здесь унижают украинский народ? Нет, здесь никого не унижают, здесь происходит, тут бомбят роддомы, детские сады из артиллерии российских войск. Фамилия, имя, отчество? Телегин Анатолий Валерьевич. Число месяцев возрождения? 9 июня 1997 года рождения. Откуда родом? Республика Ташпава, Киргизская республика, город Тош. Где проживаете? Республика Татарстан, город Армейчевск. В каких войсках служите? В 1-м дострелковом полку. Должность ваша? Механик-водитель. Чего? Многофункциональный тягач и легкого бронирования. МТЛБ. В какой части служите? 31-35 военно-части. Расположение части? Московская область, Нарфамильский район, поселок Кавижинец. Это адрес, да? Да. Какие задачи ставились, когда ехали в Украину? Задачи ставились как бы ехать за колонной. А по пути колонии уже сказались бы этот, дальше говорились, типа, блин, после прибытия в Украину тогда уже были задачи, да? Конкретная задача, да? Да, конкретная уже была задача. Ну, точно не знаю, типа, захватывали или даже просто... Захватывать Украину? Ну, не захватывать, но помощь Украине, типа, Донбассу или... Ну, вы же не в Донбассе находитесь. Да, мы находимся вообще, потому что отстали от колонны. Вот. От колонны отстали. И нас обстрелял уже свой кордон. Когда вы пытались вернуться назад, да? Нет, это когда мы ехали в сторону Киева, а в итоге проехали до Сумы и обстрелял нас кордон. И в итоге пришлось машину бросить и уйти самим. И что, сдаться в плен? Мы пытались сами как-то дойти до границы, но по пути попались... Какого числа вы зашли на территорию Украины? Так, естественно. Ну, примерно. Двадцать четвертого. Угу. И с этого времени все время находились на территории Украины, да? Да. И что делали? Мы как бы двадцать четвертого попали под обстрел. Машину... Мы как-то находились рядом с машиной, машину спрятали в кустах, неподалеку от дороги, центральной дороги. И находились недалеко от техники, где-то день-два, потому что у нас были сухпайки, вот, питались сухпайками. Но пришли гражданские, нам несколько выстрелены, нам сказали, типа, либо сдавайтесь, либо вас просто убьют, не знаю. Поэтому бросили свои вещи, машину... Сколько численность в колонии, вооружение какое, и какая численность в колонии? Что шло? Машины там... Переди нас мы не знаем, потому что мы ехали одни. Ну, примерно. Ну, я не знаю, там сорок машин было. Какая техника была? Танки, БТР и Уралы, по-моему, тоже были несколько. Личного состава примерно сколько? Я точно сказать не могу, но там человек 400, может, больше даже, я не знаю. Кто командир? Командир... Я знаю своего командира. Кто ваш командир? Сверденков Павел Иванович. Звание? Капитан. А кто вообще командир вашей части? Межоев. Вот имя, фамилия. Звание? Подполковник. Что вы хотите передать своему руководству страны, воинской части, где вы служите? Помогите нам, пожалуйста. И я хочу вернуться домой живо и здорово. Вот. И лучше... Я даже не знаю, что сказать. Фамилия и имя, отчество? Баатовский Михаил Игоревич. Число месяцев возрождения? 3 декабря 1998 года. Номер части, в которой служите? 31135. Кто командир части? Полковник Межоев. Ваш непосредственный начальник кто? Капитан Сверденков. Какого числа пересекали границы Украины? 24 февраля. Какие задачи ставились? Быть на прикрытие колонн. Ну, дальше... Все, больше ничего. Нас ночью подорвали. Куда, с какой стороны вы уходили на территорию Украины? Со стороны Суджи. А область? Курская. Ну, дальше, куда дойти? Что делать? Должны были ехать в сторону Сум. Ну, то есть вы осознавали, что вы идете на территорию Украины, да? Да. Ну, и дальше, что вам говорили делать? Ничего. Нам не говорили. Нам, как бы, мы ПВОшники, как прикрытие батальона должны быть. А откуда вы родом? Родом? Да. В Иваново-Хранковской области. Где проживали? Проживал именно в Фургане. Ну, сейчас проживаете где? Пока служу в Московской области. Где? Московская область. А родители где? Севастополь. Адрес? Угород Севастополь, улица Средний Проезд, дом 3, квартира 21. Какая у вас должность и воинское звание? Стрелок зенитчика рядовой. На чем вы ездите? Многоцелевой тягач легкого бронирования. Из оружия, зенитки, ПЗРК, игла, переносной зенитно-ракетный комплекс. Вы стреляли бы по людям в Украине? Никак нет. А по кому вы стреляли? Ни по кому не стреляли. Все патроны подсчет задали. А как вы попали в плен? Мы, как по нашему моталыге выстрелили наши с БМП, мы оставили, запросили поддержку. Поддержка не пришла, пришла ваша оборона. Его споймали, да? Ну, они сначала начали стрелять, потом хотели говорить. Мы бросили все и побежали. Доехали, ну, добежали до этого. Пролетарский песок. И там нас взяли, привезли сюда. Что вы хотите передать своему руководству части и страны своей? Что не надо лезть в драку с мирными людьми. Ну, что не надо развязывать войну. Она никому не нужна. Нормальные, адекватные люди. Я капитан Руденко Игорь Алексеевич. На должности начальника связи командира взвода управления галмочного террористского дивизиона. Служу с 2011 года. В 2014 перешел на сторону Российской Федерации. 24 числа в ночь на 25-е мы находились до этого времени на учениях, так как нам сказало наше командование. На учениях мы занимались, занятия, конспекты. После этого, 24-го числа ночью построились колонны. И мы выдвинулись, сказали, рейдами пройдем через границу. И на новую Каховку. Наша задача была приехать в новую Каховку. Потом в город Николаев. Ну и дальше должны были пойти. У нас уже задачи никакой не было. Другие войска на Одессу. Там, сказали, все договорено с властями. Жилые дома не обстреливать. Будет все договорено. Будете проходить просто рейдами. Все будет нормально, как в 2014 году Россия забирала Крым. Когда мы прибыли в новую Каховку, закрепились, поставили, наш дивизион поставил гаубицы, мы не стреляли в дома, а там на поле. То есть, сказали, что противник на поле. И командир командовал на поле. Я хочу обратиться к народу Украины с прощением о том, что погибают люди, дети. И все, что нам говорили, это неправда. Хотел бы сделать звонок своей жене. Рассказать им всю правду. Что здесь со мной. Когда мы сдавались в плен, там вышли обычные селяне службами. Я скомандовал прекратить огонь. Вышел первый туда к ним. Они сказали, мы свои. Смотрите, с чем мы воюем. Мы защищаем свои села. Вкратце сразу понял все, что они мне сказали. Я сказал, дать оружие. Положил оружие. Со мной было 11 человек. Алло, Валюшка. Это я, Валюшечка. Смотри. Да, да, да. Со мной тут еще майор Шишканов. Поняла? Нас было 11 человек. Когда наш КАМАЗ подбили, мы в посадке были. А потом, когда мы вышли, мы увидели, что это мирное население. Здесь военных формирований нет. То есть, Путин дал такой приказ и так понял, вот это. Помнишь, я говорил, что мы на учениях были и так далее. Это все ерунда. Они обстреливают Харьков, Киев. Дети погибают. Они жилые дома обстреливают. Там нет военных формирований. Это просто люди взяли оружие с собой. И это. Я сдался за Юшка. Я сдал оружие. Поэтому давай там с Катей за Диму Шишканова, за меня. Я попрошу здесь изменения. Но как бы я еще и израдник. Ты сама понимаешь. И я здесь в плен. Ну, как бы сдался в плен. Здесь со мной нормально обращаются. Нормально. Обращайся в фонд солдатских матерей, чтобы нас обменяли. Пока не поздно. Это потому что Путин такое натворил. Когда ты мне звонила, у меня просто, ну, как бы не было возможности. Уже далеко я был. Помнишь, я говорил? Я далеко. Телефоны у нас тогда все позабирали. Специально, чтобы мы не знали. Дали нам эти уколы, промедол. Для того, чтобы мы могли вколоть его. Это как наркотик. И не чувствовать, если там нас ранят, ногу оторвало, или еще что-то. Эйнштейн Герман Александрович. Единнадцатого, десятого, восемьдесят девятый. Первого часа я шел в магазин за продуктами. Меня забрали с улицы. Забрали этот самый паспорт просроченный. Посадили его в помость. Отвезли в какое-то здание волчевское. До утра там пробыли. Утром загрузили много людей в самосвал. На утро вчерашнего дня нас, короче, троих забрали. Сказали, что там каких-то пацанов надо поменять. Что-то есть, что-то покупать. Где поменять? Я не знаю, как это называется, честно. Там церковь, то ли, часовня была. Стояли, мы поставили нас возле танка. Сказали, там подождать какое-то время, пока не придут тех, кто уехал. Начался обстрел. Мы вдвоем забрали в этот самый паспорт. Забрызнули в танк. Все, стрелять мы не стреляли. Мы ничего не знаем. Тебя насильно забрали? Да, получается, тебя забрали насильно, потому что я шел по улице за продуктами домой. Какого города? Волчевске. Ты не хотел воевать? Нет, не хотел. Там всех так забирают? Большинство всех. А если не хочешь воевать, что дальше? Я не знаю, что там. Или прятаться, я не знаю, что там. Но если бы ты отказался воевать, что бы тебе было? Я не знаю, что там могло произойти. Я не могу точно ответить на этот вопрос. Ты настолько запуган? Ну, конечно, страшно. Кому не будет страшно? Тебя могли расстрелять за то, что ты откажешься? Да я думаю, могли, если бы отказался. Но ты служить не хотел? Нет, конечно. Ты хочешь сказать таким, как ты? Да, чтобы они, не знаю, хайп лучше прячется где-то, пока все это не закончится. Но Россия начала это все. Мы жили мирно вроде все время. Ничего у нас никогда не было плохого между друг другом. Ты тут видел нацистов, фашистов? Нет, не встречал. Как с тобой здесь обращаются? Нормально, накормили, даже сигарету дали. Ехали, я ехал третий в колонию. И первую машину в колонии подорвали резко. Мы все выскочили из машин, легли вдоль дороги. Потом взорвали вторую машину. И мы побежали все обратно. И вот там по группам все разбились. Те, кто, кого знали, все вместе пошли. Я пошел, старшина мой и два еще с нашего полка контактника. Мы побежали в сторону населенного пункта. Там взяли у дедушки машину, в нее сели и поехали. И через 5 нас обстреляли. Мы выскочили. Убежали в лес. В лесу были до темноты. Сидели. Потом увидели красное здание. Зашли в это красное здание. Это оказалась свиноферма. В свиноферме. Там посидели, мы переночевали ночью. По лесу пошли, по полям шли. В итоге вышли в село Камыши. В село Камыши мы сами не заходили. Шли по огородам. Сзади домов. И шли. И как увидели первого мужчину, подняли руки. Он тоже махнул рукой. И мы подошли к нему. Он сказал, вы что? Мы скажем, что мы сдаемся. И он сказал, сдавайте оружие. Мы отдали местным мужикам оружие, бронежилеты, шлема. Загрузили и сказали, что мы едем к границе на 3 дня. Какой границе? Граница к Украине. Вот. Но нам многое не договорили. Мы поехали, получается, до границы. И переехали через границу. Какое это было число? Это было с ночи с 23 на 24. Чего? Февраля. Какого года? 2022 года. Вот. Мы поехали. Нам ничего не сказали куда. Мы потом узнали, что мы поехали. Нам сказали чисто к границе и поедем на 3 дня. Мы приехали сюда. И здесь нас встретили не очень дружелюбно. Переизначально. В чем это выражалось? Это выражалось тем, что наши танки, гусеничная техника вся. Ехала, было все нормально. А потом, получается, наши начали бомбить. Кого? Население. Население. Как говорят, воинские части должны были бомбить. Но мирное население оказалось. Потом, получается, мы ехали в колонию. И у нас заглохло БМБ. Мы начали звать помощь из наших сослуживцев. Но нам никто не помог. Они все уехали. Возле нас взорвался баллон кислородный. И они уехали. Испугались себя, наверное. БРМ-ка у нас заглохла. Мы взяли и ушли в лес. Четвертый был? Был я, командир. Еще 5 человек было у нас. Можно сказать, экипаж БРМ. Мы ушли в лес. И где-то 3-4 дня скрывались в лесу, пока нас не нашли местные. Вывод в том, что ни в коем случае не едьте сюда. Ни за какие деньги, ни за что вообще. Жизнь важнее, чем вот это все. Скажи, что здесь происходит на самом деле? На самом деле здесь хаос. Здесь происходит... Не передаваемо. Как объяснить вам? Война здесь происходит. Скажи, мы нуждаемся в освободителях? Никто ни в чем не нуждается. Хорошо. Вы там находились. Какова была ваша задача? У нас не было задачи. У нас этот полков, замполит, он сам все, ну, задачи ставил. Я понял. И в тот момент времени, на окружной, да? Там находил, кто находился? По какому вы начали стрелять? Там замполит, ну, дорогу начали прикрывать. Гражданские, ну, там, строили типа в виде бунта. Мы сказали, туда надо, домой нам, на работу некоторую. Надо туда-то проехать. Но замполиту это надоело. Он сказал стрелять уже по-граждански. И что дальше произошло? Расскажи, пожалуйста. Ну, когда они стреляли, машины разворачивались, они уезжали. Некоторые уже вныкались, прятались. Потом уже приехали ваши военные. Начали стрелять по нашим. Наши стреляли. Потом, когда наши стреляли, мы спасали с лейтенантом гражданских. Лейтенант это был непосредственным начальником? Ты к нему подчинением был? Нет, это начальник, по-моему, был другого взвода. Ты помнишь, как его звали? Леванков Иван Александрович Родя. Вы вдвоем приняли решение... Да. Какое это? Решение спасать гражданских. То есть украинских граждан, по которым стреляли ваши? По России стреляли, отзывал полковник. Подболковник стрелять по гражданским. После того, как вы подбежали к гражданским, как дальше разворачивались события? Постарайся вспомнить. Мы этих гражданских прятали за блоками. А что, за гражданским? Ты помнишь, что это было? Была мать ее, дочь. А возраст приблизительно? У матери 51 возраст примерно, а у дочери от 22 до 25. Хорошо, дальше что? Вы подбежали к ним? Лейтенант подбежал, начал их с машины вытаскивать и кричать, давайте сюда. Мы за блоки положили вместе с нами. Где-то проходят минут 20. Девушки там плакали, но потом через минут 20, там уже подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем. Но он удал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, она еще не пробила. Потом ему в сонную артерию уже, его не убили. Потом они стреляли в мать же, в этой дочери. Ну и потом с дочерью начали... Все женщина стала, в которой стреляли? Она тоже с лейтенантом умерла, погибла. Дальше что было? Потом мы с дочерью уже начали отходить. Свои же мне по ногам уже начали стрелять. По ногам, то есть по обеим ногам? Да. Если это не гараж, они меня вообще убили тоже, как и лейтенанта с матерью. И с дочкой. Дальше что было? Дальше мы сидели с дочкой за этим гаражом, пока все не стихнет. Потом все стихло, эта дочка предложила уехать отсюда. И скорую вызвать. Она потом пошла до матери, где с лейтенантом они лежали друг на друге. Забрала ключи, я до машины дополз. Она у меня машину запихала на заднее сидение. Завела машину, я спросил в детюмейшем, говорит, такси. Но мы все эти бордюры собрали. Где не было стрельбы, отъехали, наверное, на метров 300, может, 400. Там мне пить захотелось. Я после осознания, как будто, ряду, очнулся уже. Мне пить хотелось. Очнулся ты где? Попросил ее в машине. В больнице попить и купить. Она заехала. Подожди, успокойся. То есть ты очнулся уже в больнице, правильно? Или ты очнулся в машине? В машине очнулся. Попросил ее попить, правильно? Дальше что-то? Она возле магазина остановилась, сбегала, покупила. Я попил, вызвала скорую. Потом позвонила своему отцу, там, отец ей сказал, чтобы она меня раздела, это, ну, перевязала. Но она перевязать меня не успела, потому что скорая приехала. Фамилия и отчество? Козлов Алексей Игоревич. Полная дата рождения? 2.03.1988 Должность? Штурм на звене. Воинское звание? Капитан. 43-й отдельный морской штурмовый авиационный полк. Место дислокации в авиационной части? Саки. Что делали на территории Украины? Выполняли разведку. Судором выроняли. Взлетели, отдали на зону дежурства, в воздухе, дали другие координаты. Три раза заплатно запросили, командир экипажа три раза заплатно запросил, что-то находится возле Николая. Командую лететь за данные координаты, выполнять разведку радиотехнических средств. Какие задачи ставились на время вылетов? В каких районах? В какие районы выходили? В районе Черного моря, север, юг, запад. Вскрытие надводной обстановки. Вскрытие радиотехнических средств. Занятия в зоне дежурства, стоять в зоне дежурства, в заданных районах. В центрах конкурсов. На протяжении какого времени вы находились в Сирии? На протяжении двух месяцев. Какие задачи ставились перед вашим экипажем во время боевых действий в Сирии? Занятия в заданных районах. То есть зоны ожидали, погонили патрулирование. Стоять на крыше прикрытия Су-24 в воздухе. Фамилия и имя отчества? Голландский Алексей Сергеевич. Звание, должность? Майор, командир авиационного звена самолета Су-37, Крым, Новоподородка. 43-й отдельный морской и штурмовый авиационный полк. Какие задачи часть выполняет? Разведка, прикрытие надводных кораблей, разведка морской акватории Черного моря. Противовоздушная оборона. Какие задачи вы выполняли? Введение разведки, прикрытие своих поезд. С какого времени вы проходите с ним в новой части? С 2012-го лейтенант попал в эту часть, в Гвардейское, Крым. Далее в 2014-м месяц с частью был переведен в город Саки. Вы знали, что вы выполняете боевые задачи на территории любого государства? Вчера, да, видел, что лечу за границу. Координаты, да. До вчерашнего дня вы не залетали территориальные? Нет. Кто поставил задачу вчера пересечь воздушное пространство в Украине? Задача на вылет правил командир. В полете были получены координаты от руководителя. Руководителя полетов. Полетов. Камиль Анинаш, с командиром. Полковник Киселев Андрей Леонидович. Что входило в задачу вчерашнюю? Так и сказали. Занимаешь высоту 6-0 в разведку. Пункт наведения сказал, следуйте на аэродром. Размернулся на аэродром. Почувствовали попадание в ракеты, в самолет. Начались отказы. Самолет накорнился. Попала вторая ракета, мы катапультировались. Над каким населенным пунктом? Был здесь. Там были маленькие деревни. Я так понял, что мы были недалеко от Николаева. Я Пустоветов Дмитрий Валерьевич. 1984 года рождения, 8 декабря. В данный момент военнослужащий войсковой части 71-718, 70-й мотострелковый полк, который дислоцируется в городе Шали, Чеченской Республики Российской Федерации. Прохожу военную службу по контракту на должности командира отделения разведывателя 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 роты. Нахожусь на территории Украины в плену в силовых структурах, так как 24 февраля по приказу своих командиров пересек границу со страной Украиной. В ходе марша мы выдвигались на город Мелитополь, где переночевали две ночи. Оттуда мы выдвигались по задаче, должны были выдвинуться к городу Донецк, где встретятся со 150-й дивизией и вместе с ними маршем проехать до водохранилища недалеко от города Херсон. По пути мы остановились на ночевку около деревни Черниковка, откуда я получил задачу от командира батальона до разведать маршрут. Мы сели на БМП, мотострелковой роты с экипажем, с ними ехали. И под городом Куйбышево я попал в плен. Здесь нахожусь по приказу своих командиров, которые изначально нам утвердили, что мирное население нас будет встречать здесь с улыбкой на лице. И наша задача освободить население от фашистов, которые находятся на территории Украины. Такого я здесь не увидел. Ранее проходил службу в других воинских частях, подразделениях. Это была и пограничная часть, и в городе Ставрополь, спецназ, там проходил службу. Еще проходил службу в частной военной компании «Вагнер», с которым летал в Сирию, и там выполняли задачи. Могу сказать только одно, что то, что нам рассказывали, что здесь все так плохо, и что здесь мирное население страдает от местной власти, это все неправда. Владислав Лиховидов, город Волгоград, Россия. У нас было, получается, трое человек отдельно, когда, в принципе, наше подразделение не было осознанно, куда мы едем, потому что изначально мы должны были ехать на АПУК. Вот, то есть как раз в этот день мы узнали, что, в принципе, нас лезут на войну, и мы как бы не хотим участвовать, и поэтому сбежали. Ну, нас обстреляли, то есть в городе вначале. Мы сели, то есть узнали как раз про войну. После того, как вышли второй раз с БМП, потому что наше подразделение ездило на БМП-2, то есть мы начали узнать, что вообще происходит. Пролетел верталь, вот нас обстрелял, и после этого, то есть наша часть куда-то ушла, тогда мы переночевали в лесу и пошли к местным. Что касается боевой задачи, как мне кажется, для нашего подразделения, она была, наверное, больше как отвлекающая, как пушечное мясо, если так можно выразиться. Потому что все люди, которые служили вместе со мной, родовой состав, это были люди, которые, во-первых, альтернативщики, то есть это вместо срочной службы, кто идет служить. Во-вторых, максимальный там срок службы составлял где-то пять месяцев. Вот я два месяца служу. Подразделение 33-й полк сформировалось недавно, и, в принципе, год, оно не должно быть ни задействовано, ни в каких командировках. То есть, скорее всего, нас ввели туда конкретно, но, соответственно, мы не знали об этом, что там обстреляли нас, вот пока кто-то, наверное, более подготовленный выполняет какую-то задачу. По телевизору вещают, и что говорит начальство, это то, что, как бы, войны там нет, просто люди заходят, встречают, как освободители, и все. То есть, даже по телевизору говорят, если есть какие-то потери у нашего состава, то это из-за неосторожности солдата, там, грубо говоря, упал, ногу подерживал. А на самом деле как? Да, на самом деле все и от ваших, и от своих гибнут. Потому что, ну, то есть, опять же, неопытность солдат, так как никто не знает, что за задачу вообще выполнить, и зачем это. Ну, просто мне до сих пор непонятно, в принципе, зачем. Нужна эта война? Я не вижу в ней смысла вообще. Ну, то есть, территория? Ну, смысла нет. Мы, по факту, просто. Большую часть молодого населения сейчас потеряли, экономики загнали. Все считают, что Россия враги, и тут, в принципе, люди тоже пострадали, дети, люди. То есть, вообще, тот, кто изначально этот приказ отдавал, не знаю, может, он уже все, маразматик старый. Те, кто сюда собирается, вообще не должны сюда появляться. Опять же, потому что нет смысла во всем этом. Я пошел служить срочно, грубо говоря. Из-за этого я теперь за месяц я поучаствовал в военных действиях, стал военным преступником и сижу заключенным тут. Плюс, как я думаю, то что нас вряд ли будет, в принципе, обменивать, потому что, как говорят, что труп солдат не забирают. То есть, скорее всего, я там останусь на максимальный срок. Руденко Игорь Максимович. Я сам с Крыма родился в Днепропетровской области, Широкевского района, село Водино. С 90-1975 года я в Крыму проживал. Навчался в Полтавском военном институте звязку по должности начальника связи гаубичного террористского дивизиона. Как прибыли до Новой Каховки, там, получается, шесть гаубиц поставили на стадионе. Вокруг жили дома, поставили на стадионе, там стадион был на Олечке. И поставили шесть гаубиц и две гаубицы. Просто они не стреляли, как бы, а на прикрытие их поставили. А четыре подняли вверх. И когда давали там команду, ну, я просто чув, как давали команду, я сам не артиллерист, то они стреляли вверх, ну, десь три-четыре километра, и сказали, что это на окраине города, это на окраине села. А потом, как я уже подивился по картине, по телефону, уже тут, уже, когда сдался, это, оказалось, жили дома и, ну, будинки жили. То есть, они стреляли по будинкам, то есть, нам сказали даже неправду. А хлопцы, которые заряжали, они не знали, куда они стреляют. Им начальник штаба приказал, и командир дивизиона координаты давал, и они шпаляли. То есть, за все время, что я был у этих пять дней, я ни одного військового украинского не побачил. Я не знаю, вбили вони чи ні, может, они там сховалися, где-то в подвалах, но вот такой злочин, конечно, творили, стреляли. Я, конечно, вибачаюсь перед всеми народами Украины, перед всеми жителями, что такое произошло. Я даже, ну, в мене просто нема слов и оправданий, я не выправдовываюсь, но боль внутри, что и тут я, как предатель, и там, как предатель, и везде, как предатель. Дуже важко. Есть родственники на Украине, есть в Николаеве мой родный племянник, есть в Харькове моя родная дитка, родный дядька, и три троюродных брата, двоюродных брата и сестра двоюродная. Я дуже переживаю, потому что я бачу, что с Харькова он сделал. Я сам не знаю, что нас сюда завезли. Да, вот, да все говорят, что вот обычные вояки просто вас там на границ поссали, а на самом деле вы воеваете. Да, мы... Мы сюда вот просто по беспределу зашли. Бэрин, блядь, надо, чтобы люди... Да, будем, тогда будем поднимать людей, будем... Орду подними, Орду там подними, потому что в Орде там точно поддержат. Там нас, как раз меня многие знают. В Орде тебя поддержат. Бэрин, слушай, сейчас тебе скажу такую информацию, чтобы люди все выходили на бунты против Владимира Владимировича. Ну, Путин, дядя Володя этого ебану. Кану ебану. Хорошо. Что он здесь творит беспредел, огромный беспредел. Что здесь... Мы когда заходили, когда мы заходили, я не знал, что мы зашли сюда. Здесь, получается, пацаны-срочники, понял? Ага. Здесь... Бэрин... Рассказывай, что он тут делает. Здесь видел... Сейчас сижу, короче, в камере смотрю новости, и там полный пи***... Харьков просто разбомбили. Там тут бомбят каждый день. Да, инфульсия Харьков вообще ужасно. Так кто разбомбил? Бомбят наши, понимаешь? Наша авиация. Наши, типа... Наши арстеллеристы бомбят. Это вообще все ужасно, печально и грустно. Бэрин, надо, чтобы люди выходили. Чтобы правду. Чтобы правду все знали, типа. У нас, у нас говорят неправду, типа, что это Бандеры, и нацисты. Да нихуя... Ко мне нормально относятся, Бэрин. Если были бы нацисты, меня бы азиаты здесь загрызли. Бэрин.